ребята всем привет в этом видео мы с вами поговорим об обновлении 0.17.0 но если быть точнее во первых расскажу вам о дополнительных нововведениях которые нас ожидают и уже добавлены бета-тесте также расскажу как можно будет в обновлении 0.17.0 получить новый титул ну и помимо этого в конце видоса я скажу примерное число когда выйдет это обновление поэтому обязательно смотрите видос до конца но мы с вами начинаем и первое что мы с вами обсудим это новый титул который будет доступен в честь 2 годовщины pub mobile и получить его можно будет с помощью вот такого вот автомата такие автоматы будут раскиданы по всей карте рангель я в принципе уже показывал обзор да на этом не будем с вами задерживаться так вот если вы сыграете несколько раз в этом автомате вы будете получать замен лут но после 5 про круто вы будете получать не лут а вот такие вот фрагменты которые вы прямо сейчас увидите и здесь не показано но мне уже ребята скидывали скрины что есть русское описание к этим фрагментам и там написано собери все фрагменты чтобы получить новый титул счастья или что-то в этом роде ребят то есть нас ожидает как я уже говорил в честь 2 годовщины новый титул и получить этот титул вы сможете если вы соберете вот эти вот фрагменты которые выдает этот автомат вот таким вот образом они будут выглядеть и да кстати ребят не забудьте подписаться потому что я уже нашел способ как эти автоматы можно будет взломать и оттуда можно будет получать бесконечный лут ну и в принципе я предполагаю что за одну игру получится собрать сразу же все нужные фрагменты для титула я пока что не хочу показывать этот метод как взломать этот автомат ну потому что его пофиксит так что ждем обновления но потом будет видос ну потому что вы помните что прошлый раз баг с елкой очень быстро пофиксили и да кстати об этом методе как взломать автомат не рассказал подписчик я его проверил несколько раз на бета-тесте все работает все хорошо поэтому надеюсь и уже на основе у нас тоже получится его взломать и очень быстренько собрать нужные фрагменты для титула но еще один момент по поводу титула кто играет давно тот знает что в шестом сезоне когда у нас была первая годовщина паб мобайл по карте были раскиданы вот такие вот торты можно было подбегать зажигать свечу если вы зажгли 6 таких свечей вы получили бы взамен новый титул да это кстати мое видео с инстаграма титул выглядел вот таким вот образом там у нас было написано с днем рождения и в общем-то у многих я видел этот титул принципе у меня он тоже есть почему я говорю об этом потому что в обновлении 0.17.0 тоже можно найти похожий торт только там у нас уже само собой цифра 2 потому что в честь 2 годовщины и с ним тоже можно взаимодействовать поэтому я предполагаю что после обновления у нас будет шанс получи целых два новых титула то есть один связанный с фрагментами а другой уже с этим тортом ну и конечно не забудьте подписаться и нажать на колокольчик потому что когда выйдет это обновление я сразу же выпущу ролик с обзором инструкциями как забрать эти титулы теперь давайте поговорим с вами о другом нововведение но если бы точнее это новая система отметки то есть как вы знаете у нас сейчас есть возможность отметить рядом враги или у меня есть припасы с помощью чата но я показывал что нам добавили другую метку которой можно отметить до 800 метров определенное место просто вот локацию да но оказывается ребятки если зажать вот он значок видите рядом с чатом если его зажать вот этот значок определяющий метку то вот таким вот образом он показывает если просто поставить метку но если его зажать тогда появляется колесо с задачами то есть вы можете отметить допустим куда нужно продвигаться или вы можете отметить допустим есть там даже команды дополнительные да но вы можете отмечать допустим что нужно атаковать или допустим найдите машину или допустим там можно найти врага кстати что самая главная метка ее можно оставить до 800 метров то есть дальность этой метки до 800 метров это очень удобно и допустим если вы увидели где-то врага там на 300 или 400 метров расстояние вы просто можете вот такую метку кинуть и она выглядит очень даже само собой удобно и что самое главное вам поможет быстро показать локацию помимо этого если допустим у вас там проблемы с микрофоном что очень часто бывает да и если у вас какой-то там очень обостренный fight то вам не нужно пересек перри заходить чтобы оповестить о чем-то своих товарищей по команде но вы можете просто кину такую метку потому что там есть допустим атакуем или защищаем это место или там есть враги поэтому это очень удобно именно для таких ситуаций и само собой я решил с вами тоже поделиться этим нововведением чтобы вы далее после обновления им воспользовались но мы идем дальше ну а дальше я вам расскажу о другом нововведении связан он именно с кланом и там когда вы собираете награду за выполнение миссий выпадают вот такие фрагменты но вы только что видели у меня там фрагмент а выпал да так вот ребятки эти фрагменты можно будет использовать в новом магазине не здесь этот магазин вы можете найти в основных настройках и находится он видите вот здесь нажимаете и у вас открывается вот такой вот магазинчик внизу вот у меня появляются фрагменты которые я уже накопил на бета-тесте да и если я накопил 5 вот этих разных фрагментов а b c d и то я могу их вместе совместить и получить валюту и за эту валюту я уже в этом магазине смогу покупать себе мотоциклы для популярности фрагменты купонов надеюсь они не будут ограничены как в основном магазине ну а также здесь есть какие-то вещи возможно ребят но и они к сожалению еще не загружены то есть текстуры их не не видны так что берите на заметку ну а далее вам покажу еще одно нововведение не такой уж важные да ну а потом с вами обсудим уже число когда нам нужно ожидать это обновление изменение будет связано именно с со вкладкой популярности то есть теперь она будет выглядеть вот таким вот образом здесь вы сможете увидеть сообщение вы сможете видите на кого вы отправляли подарки кто вам отправлял то есть немножко они поменяли формат оформления ну а теперь давайте поговорим о самом главном вопросе во первых когда выйдет обновление 0.17.0 на основу во вторых что будет в этом обновлении и я не зря говорю что потому что ребятки сейчас если вы зайдете на бета-тест обновление 0.17.0 ссылка будет в описании то автоматы которые в честь годовщины аттракцион который я показывал в предыдущих обзорах не найдете то есть это годовщина все-таки будет в марте до обновления 017 мы ожидаем с вами именно феврале поэтому я предполагаю что разрабы просто добавили чтобы мы проверили посмотрели как это работает да там если есть какие-то ошибки само собой они это исправят но после этого они их убрали то есть если вы зайдете в обновлении 0.17.0 когда она произойдет я предполагаю что мы с вами не найдем все вот эти события которые были добавлены в честь годовщины потому что это событие будет именно в марте ну а что будет у нас в обновлении 0.17.0 конечно же у нас будет узик с прицелом конечно же у нас будет вот этот дробовик до будут у нас новые текстуры на дачу и новая текстура на уаз также у нас будет как вы знаете новая анимация для молотова дополнительно у нас будет еще новая анимация на взрыве гранат то есть по-другому она будет выглядеть дым остается таким же то есть дым они не изменили они изменили именно молота вы видели только что и вот так будет выглядеть взрыв гранаты после обновления также они добавят не забывайте до камеру смерти чего все так ждут очень сильно или спектатор кто-то называет ну идею вы поняли думаю да будет как я говорил специальный эффект для людей которые страдают дальтонизмом в принципе все это будет кроме именно тех деталей которые связаны с годовщиной ну это я предполагаю ребятки поэтому это чисто мое мнение предположение я ничего утверждать не собираюсь ну и по поводу числа я в общем то ответил поэтому само собой ребятки прямо сейчас если вам это видео понравилось само собой поставьте лайк если она вам не понравилось поставьте дизлайк подпишитесь не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропускать видосы к примеру видос где я покажу инструкцию как взломать автоматы да и получать бесконечный лут ну а с вами был dream всем топ-1